Всем привет! Сегодня видео у нас по старине, будем искать древние находки. А видео будет посвящаться именно Стасу, который едет в головной машине. На следующий день у него родился сын. Мои поздравления! И на этом его покапушки закончились. Теперь он нянька. Смотрим, будет довольно-таки интересно и поздравляем Стаса с рождением нового человечка. Всем ребят, привет! Сегодня сообразили на двоих видеокоп. Отправились мы на Волгу, матушку, ходить по старине. Сегодня я копаюсь со Стасом, с Фартовым и отправились именно на то место древнее, которое располагались вдоль реки Волги. Походим по обрыву, по лысым горам, по лесистым местностям. В общем, сегодня на двоих сообразили. Походим, подышим. Как говорится, Стас не часто выходит на копы, хоть от работы отдыху нет. Стас у нас очень брезгливый насчет клещей. И постоянно, когда выходим на копы, он всегда, всегда, весь, полностью баллон. Да, вот он Стас у нас. Кто смотрит мой канал, его постоянно видит. Он Фартовый на самом деле. Подымает. Классные находки. Так что, Стас, всем привет! Вот, так что, буду ему даже это, давать бразды правления в камеру, потому что он здесь копает не в первый раз. И находки были здесь древние. Я тут все мели знаю. Кого все? Все мели. А, все мели знает. Вот, так что, посмотрим, поживем, увидим. А насчет клещей лучше перебздеть, что не дабздеть. Да, он насчет этого вообще жуть. Я вот иногда, только если знаю, что здесь есть клещики, иногда побрызгаюсь. А так, в целом, знаете, не пользуйтесь вообще. Так что, все. Заряжаемся и в путь. Итак, ребята, первая находка, которую я хочу вам показать. Вот здесь вот был железный сигнал. Выкопал вот такую вот фиговину. Что-то древненькое. Не знаю, с какой эпохи, чего, как. Здесь немножко заострено. Здесь какой-то имеется крючок. Не знаю, что это такое. Специалисты, прошу отписаться. Но оно не настолько древнее, потому что окислы не особо сильные. Но факт в том, что это у нас именно кузня. Кованая вещица. Но я не из-за этого стал вам снимать. А из-за того, что прозванивая кучку, был цветной сигнал. И выпало вот что-то. И это монета. Пятачок. Пятак. Пятак 52-й что? Да. Пятак 52-го года. Вот такой вот. Сохран нормальный. Здесь чернозем. Так что язв на ней нету. Значит, здесь были люди. Потому что я еще нашел вот такие вот штуки. Вот это для резьбы, наверное, по дереву или что-то в этом роде. Вот. И все здесь. Возможно, здесь была либо стоянка, либо жили в свое время здесь. Так что будем продолжать. Вот такие красивые здесь ландыши. Уже отцветают. Внесены в Красную книгу, между прочим. Идем, ходим. Здесь вот в поисках именно старины. А стрина у меня это боевые наконечники, топоры. Вот что я хочу сегодня пособирать. Они вот такие вот. Или же монеты. Будем искать. Рано, ребята, уходить с этого места. Был еще один сигнал и еще одна монета. И что это у нас? 10 копеек 57-го года. А! 57-й год. Рамочник. Блин, Стас меня уже замучил. Через каждые полторы минуты, две, он сигналы мне подает. Боится потеряться. Так как у нас Стас абсолютно городской. И прям боится потеряться. Кстати, Стас там вот в овраге. 15 копеек тоже поднял. У него Фишер 5-й. Ладно, продолжаем. Итак, ребята. Стас удивил находкой. Вот она вещь. Мы ее еще не мыли. Но по традиции, как говорится, Стас у нас рукожоп. Трахнул по нему со всей дури. Но он, наверное, просто не ожидал, что в лесу можно найти такую чуть-чуть да ясную вещь. Это у нас крест. И, похоже, крест-штурвал. И нечасто, между прочим. Сейчас Стас его... Блин. Как обычно, сейчас я буду весь в говне. Давай сейчас, Стас, пониже. По традиции. Да. Со спиртом водичкой. Ну, ты че, я за рулем же. Теперь буду вонять. Классная вещь. Причем в лесу, ребят. В лесу. Ну, тут тоже приятная находка. Не менее интересная. И довольно-таки классная. Стас кресты не собирает. А если он их собирает, то он их отдает в церковь. Как накопится количество крестов, сносит в церковь. Ну, честь и хвала ему, конечно, за это. Ладно. Продолжаем. Классная вещь. В руке есть футка. Давай. Итак, ребята, у меня рожа довольная. Стас, смотрите какой. Короче, нашел то. Надеюсь, ради чего я сюда приехал. Находится под камнями. Где-то было на полтора штыка лопаты. И торчит острие. Острие. Сигнал длинный. И сейчас в прямом эфире я буду это все выкапывать дело. Камеру отдам я Стасу. Так что сейчас будет интересно. Смотрим. Вот торчит острие. Сигналит, ребята, вот. Покажи на поводу. Покажи, как высокого углеводистая сталь. То есть кованая вещь. Большое количество камней. Вот представляете, вот из такого вот валуна. И здесь у полной. И вот он. Эх, он короткий, ребята. Это наконечник копья. Да. Блин. Я, конечно, думал меч Акинак. Но смотри, какая классная вещица. Огонь. Я его лопатой немножко походу дернул. Ну, боленский, боленский. Ребята, находка. Огонь вообще. Ух. Продолжаем здесь копать. Я думаю, что-нибудь еще вылезет. 100%. Мы находимся около обрыва Волги. Место, конечно, я говорить не буду. Но вещица, ребята, огонь. Просто огонь. Вокруг лес. Все огонь. Подскажите. Датируйте, пожалуйста, специалисты. Я думаю, Влад, которым я смотрит. Потом Максимчук Александр, специалист. Ответьте мне, пожалуйста. Какой эпохи данная вещь. Я считаю, что это Золотая Орда. Потому что наконечники именно вот такой формы было золотоордынские. Но все равно жду комментарии. Пишем. Вот такая вещица. Огонь вообще. Огонь. Огромный. Все, коп удался, ребята. Пальчик за это, лайк, конечно. Продолжаем. Итак, ребят, я глубоко ошибался и сказал вам, что, возможно, это период Манголу Золотой Орды. Но, к моему удивлению и к радости, это оказалась скифо-сарматская эпоха. И датируется он весьма приличным временем. Четвертый, пятый век до нашей эры. И, как вы знаете, сарматы племена были большие, жестокие, которые в свое время даже дошли до Рима. Воевали против Рима и в итоге встали на сторону Римской империи и воевали совместно. Вот такая историческая находка и датируется две с половиной тысячи лет. Нечастая находка и она пополнит мою коллекцию. Итак, ребят, находясь в этом лесу, нужно быть предельно аккуратным тем, что и внимательным. То, что в этом лесу находится у нас зверь. А какой именно, достаточно редкий, у нас здесь рыси. Да-да, ребят, здесь рыси, это большие кошки, если кто не знает. Они, конечно же, для взрослых людей не опасны тем, что они не особо агрессивны именно к взрослому, крупному человеку. Но насчет детей, да, были случаи нападения этих кошек именно на детей в наших краях. Так что все равно нужно поглядывать, помимо того, что под ноги, возможно, здесь и змеи различные. Вот, тем более, сейчас сезон гадюк, вот, у них свадьбы и все прочее. Так что нужно быть аккуратным и смотреть по верхам. Эти кошки находятся на деревьях, а деревья здесь очень высокие. В общем, уже подходим к машинам. Сейчас перекусим и, наверное, переместимся в другое местечко. Сегодня мы просто делаем разведку мест по старине. И одно из мест мы, конечно же, нашли. В общем, здесь как бы очень много прогулок, как на велосипедах, так и на квадроциклах. В общем, как бы считается, ну, парковая как бы зона. Но находки здесь есть. Так что идем. Стас постоянно меня откликивает, ищет меня постоянно. Вот, факт в том, что человек, как бы, немножко дезориентирован в лесу. Я вот знаю, что вот там вот находится у нас дорога, там находится у нас Волга, и где находятся наши машины. А он вообще теряется. Так что дезориентированный человек именно в лесу. Ну, а я так, как вырос в лесу, как Маугли, немножко ориентируюсь на местности. Так что, ладно, продолжаем. Будьте аккуратны на копе. К чему я это говорю? Аккуратней. В диких лесах очень много различного рода живности. Так что продолжаем свой путь на обед. Ребят, все что угодно, но не ожидал найти вот такую находку. Это у нас крест мужской нательный. В хорошем, бодром внешнем виде. Восемнадцатый и девятнадцатый век. Приятно, приятно, не ожидал, конечно. Но заберем, конечно. Не оставлять. Сос рядом ходит. Сейчас возвращаемся к машинам. Разведку мы сделали этого места. Может быть, сейчас отправимся к другому. Итак, ребят, поменяли мы место дислокации с Владом. И приехали туда, где в прошлом году поднял большой достаточный клад. И клад был именно в кубышке. В количестве чуть больше трехсот штук. Если точно быть... Стас, сколько было? Триста с лишним. Ну, триста с лишним, да. Именно золотая орда, серебро. Где нашли именно... Так, ямка, ямка, ямка. Где это? Сейчас вам покажу. Факт в том, что... Блин. Здесь был сигнал. Тут был сигнал. Привязка именно к оврагу. Блин, только что топтал стук у него и уже потерял. В общем, была кубышечка, именно керамическая. И там был золотые ордынские серебряные монеты. Интересно то, что здесь вот много... Находится вот таких вот желез. Чего это такое? Я даже не знаю. Очень много. Вот такие вот железяки. Разбросаны кругом. И воткнуты в деревья. Очень много. Была бы рядом машина. Я бы, конечно, эти все железяки собрал. Потому что их кругом полно. Вот они. Кто копал их и к деревьям прислонял. А они везде воткнуты. Очень большое количество. Я вам к чему. То, что клад был кем-то прикопанный. И в конечном итоге забыт. Вот он, овраг проходит. И статистика показывает, что большое количество кладов. Именно около оврагов. Ну, пока не особо здесь интересно, если честно. Мусора очень много. Так что на прошлом месте мне было куда интереснее. Ладно. Поживем, увидим. Итак, ребята, решили по дорожке пройти. Основная дорога газопровода проходит там. Но ответвление по карте посмотрели, что вот это давно должна быть старая дорога, связующая две деревни. Отошли со стасом, наверное, метров 60 от машины. Вот. Я прибор включил только на цветной металл. И, вы знаете, выпал вот такой вот обидно поломанный персень. Да, это у нас перстень. Печалька, печалька. А он, походу, еще может и серебряный. Смотрите. Здесь вот проблескивает белый металл. Но, не знаю. Платино зеленая. Итак, ребят, после того, как нашел перстень, абсолютно никаких хороших сигналов нету. Здесь вот я стою на распутье. Дорога наша ведет на три стороны. Сюда. Налево пойдешь. Прямо пойдешь. И направо пойдешь. Не знаю, по какой идти. Так, куда же нам направиться? Волк. Кощей Бессмертный. Змей Горыныч. Баба Яга. Да, небогатый выбор. А нет ли тут до пляжа 100 метров? Или там кафе направо? Не знаю, по какой идти. Но я выбрал центральную. Прямо идти. Вот по этой вот. Почему именно ее я выбрал? Потому что интересны довольно-таки клея. Сейчас я вам ее покажу. Чем же она интересна? А интересна она тем, что, смотрите, она узкая. Необычная, нестандартная. Не под ширину колес. А именно под ширину телеги. Вот, и если так вот посмотреть, довольно-таки старая дорога. Но, хочу сказать еще, то, что прошелся метров сто. Вон, прям до той вот низины. Сигналы одни были черные и советские. Гаечки, болтики и все прочее. Есть еще одна дорога. С такой же колеей, но уже менее накатанная. Здесь углубление глубокое. Глубокое, то есть дорогой пользовались долго. А здесь нету этого. Практически гладкая, ровная. Вот, и еще одна современная дорога, по которой пошел Стас по разведке. Это как раз широкая дорога. Колея именно от автомобильных колес. Вот, и Стас туда пошел для разведки. Ну, и я думаю, нужно возвращаться именно к тому месту, где я поднял перстень. И, возможно, там есть еще какие-то варианты. Потому что здесь абсолютно ничего нет. Вообще ничего нет. Вот, может быть, сейчас еще пройду туда метров. Стоп, пройдусь и узнаю, стоит ли туда идти. Конечно же, стоит или нет, это покажет время. И металлоискатель. Будут сигналы, значит пойдем. Так что пока ничего интересного нет. Итак, ребята, иду я по дорожке, по накатанной, которую я вам сказал. Пойду я направо. Может, любовь найду. Но, как говорится, мы находимся фиг знает где. Очень далеко. Дорога здесь ужасная, отвратительная. Как вы видели, ехали вот-вот под таким вот местам. И там пораньше я видел один капок. Сначала я подумал, что мало ли, может быть, кабанчик или что-то в этом роде. Но было похоже, что это капок, потому что одна грань земли была ровная. И вы знаете, уже подошел к одному еще одному, такому же аналогичной яме. И тоже аналогично на бровке дороги. Вот, смотрите, вот ямочка. Ямка. Я пытался здесь найти какой-то старый сигнал. Походу, если кто-то копал, может быть что-то. Древесина перерублена свежей лопатой. Сигнала нет, но я думаю, ну ладно, значит, это, как говорится, может быть кабан. Но, как вы видите, это не кабан. Ровная земля. И свой взор я обратил вон в ту сторону. Выкопали именно вот он, кусок железа. Это означает, что в такой глуши кто-то еще и ходит, копает. Я тоже там следы видим. Вот такая вот. Стас тоже говорит, что там тоже. Самое главное сюда доехать проблемно. И это довольно-таки далеко находится. Глуш, грубо говоря. Да, Стас? Да. И вот есть копатели. Я просто, если честно, удивлен. Ладно, будем искать находки. Итак, ребят, хочу этого комрада разочаровать тем, что он пропустил сигнал. И благородный сигнал. Вот здесь вот он лежит. Я вам чуть позже покажу. Здесь вот у нас есть такая природная аномалия. Очень глубокая такая яма. И я уже не помню, как она называется. Карстровая или какая, да? Стас, как она называется? Да, как-то. Карстровая воронка. Но она очень глубокая. Вот. И не часто, но попадаются они. Вот. Ну, давайте посмотрим. Сигнал наш довольно-таки приятный. Здесь какой-то еще жук такой цветной выпал какой-то. Прям какой-то цветной. Что за жук такой? Смотрите, личинка какая-то. Ох, это какой-то жук. И у него, смотрите, какие-то лапы. Такие страшные. Ну, фокусируйся. О, смотрите, у него какие клешни. Что это за жук? Что за личинка? Ладно. Но сигнал, смотрите, вот. Это серебряное кольцо. Пробу вижу. Ну, замята. Ну, ладно, давайте пробуем только. Посмотрим. Приятно? Приятно. Пробу точно сказать не могу какая. Ну, какие-то клеемы стоят. Но это стопроцентно серебро, потому что вообще не окислилось ничего с ним не случилось. Приятно? Приятно. А комраду, наверное, обидно, кто здесь копал. Так что, ладно. Ладно. Ребят, вернусь я к кольцу. Не просто так. Оказывается, кольцо-то у нас не 925-й, как я предполагал. А 84-я. Видите? 84-я проба. И это у нас царское, царское серебро. Потому что двухзначные пробы у нас были до реформы 1917-го. Потом стала трехзначная проба благородных металлов. Нифига себе. Царизм на этой дороге. Значит, верно, я выбрал направление, возможно. Хотя, не знаю. Поживем, увидим. Итак, ребят, нашли еще одну дорогу, заросшую. Ее издалека не видно было. Но примерно ориентиру мы смотрели, что просвет должен быть небольшой. И дубы и ветки всегда, вот видите, свисают над дорогой. В других местах они как бы прямые идут. А вот, чтобы можно определить и ориентир, ветки идут, как говорится, по меньшему сопротивлению и разносятся на дорогу. И вот, как вы видите, старая дорога. Сейчас мы ее проверим со Стасом. Итак, ребят, нашли еще одну дорогу, еще одну перекрестчика. Сейчас мы шли вот так вот по дорожке. И вот еще одна дорога, лесная. Нашел я вот такую хреновину. И мне ее надо до машины дотащить. Дорогу так вот туда вот дальше идет. Вот, и вот эту фигню мне надо в машину. Тяжелая зараза. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. Получилось сегодня просто классно. Спасибо Стасу, который меня вывез сегодня именно покопать по старине. Нашел я, считаю, шикарную находку. Такая находка у меня попадается впервые. И, конечно же, почетное место у меня в коллекции займет. Вот, ездили на разведку в два места, да, по-моему? В три, в три места. Вот, получилось на одном, на первом же месте просто шикарно. Вторую получилась тухленькая, там где клад подымали. Вот, и сюда приехали тоже на разведку по старым дорожкам по лесам. Ну, по находкам получилось классно. Сейчас я вам все покажу. Так что, если кому-то неинтересные находки, можете закругляться, выключать. Не забывать поставить пальчик кверху. Вот, а сейчас немного времени о находках. Я вам их все покажу. Так что, приятного восхищения моей находки. Смотрим. Ну, а по находкам, ребят, сегодня получилось, я считаю, сногсшибательно тем, что у нас есть и старина. И, в принципе, монеты. Начнем с монет, наверное. У Стаса две копейки пятьдесят первого, пятнашка пятьдесят второго, пятнашка тридцать первого. И конинка, между прочим, там, где я поднял вот такой вот серебряный. Восемьдесят четвертая проба. Видите, да? Отчетливо. Вот. И благодаря от этой конине можно было датировать тем, что дорога древняя. На этой дороге пятьдесят первый год была монета. То есть, дороги уже полвека. Это сто процентов. У меня получилось здесь копейки пятьдесят седьмого. Обычный рамочник. Пятнашка. Пятачок. Вот. И два креста. Классный. Так как Стас кресты не собирает, он крест отдал мне. Так. Ну и давайте к приятным находкам. Кстати, такие вот пробочки я тоже с недавних пор стал собирать. То, что они являются коллекционером. Довольно-таки приятные вещи. Они их собирают. Именно вот цифровую коллекцию. Так. Здесь же поднял обломок вот такого вот перстня. И колечко. Это вот на новом месте, куда мы приехали, исследовать вот этот лес. Старую дорогу, вернее даже, а не лес. По лесу не ходили. Ну и по древним находкам получилось вообще шикардос. Давайте начнем со шмурдика. Вы думаете, вот это вот ерунда? Вот это вот ерунда, да? И вот это тоже ерунда. Ну и это клинья от топоров. Возможно, один из этих клиньев является именно какого-то древнего топора. Возможно, какого-то монгольского или скифа, или что-то в этом роде. Была набойка на обувь. Вот это у нас орудие труда для резьбы по дереву. Вот это тоже невзрачный обломок. Ну, с недавних пор я стал немножко в обломках разбираться. И это у нас обломок от кресала. Именно язычок, об который истекали искру. Здесь было продолжение. Вот такое вот красивое продолжение. И называлось оно именно салазки. И вот этот тоже обломок. Может быть, кто-то может и выкинет его. Не нужно. Но это наконечник. Именно так называемый птичник. При помощи таких наконечников охотились на птиц. Затем вот такие вот непонятные тоже вещи. Ну, пик и сенсация сегодняшнего. Это вот такой вот шикарный наконечник. Вообще огонь. Копьё. Наконечник от копья. Вообще чудесная вещица. Вообще, блин. Даже кольцо от зажима осталось. Сюда вставляли древко. И зажимали вот этим кольцом. Вообще огонь. Это у меня первая такая сенсационная находка. И она, конечно, будет чиститься. И отправляться ко мне в коллекцию. Так что вот так вот. Неплохо сегодня отгуляли. Сделали, как говорится, исследовали новые места. Именно по старине. Так что на этом и всё. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова